Большой скоростью он ударяет по камню и выселочивает оттуда камень, и, соответственно, обрабатывает. Тот же метод выравнивания после укладки применялся и на второй пирамиде. Вот этот гранитный блок облицовки, явно нижнего ряда, вот это была внешняя сторона. И видно, что этот блок выравнивали, вот эту сторону выравнивали уже после того, как поставили на место, потому что здесь явно была мостовая, которая мешала инструменту продвигаться дальше. И чтобы было удобно работать и не затронуть эти блоки, которые лежали ниже, всю грань выравнивали не до конца. Здесь остался маленький такой поребрик. Вот тень хорошо отбрасывается, она как раз показывает, что здесь есть небольшой выступ, миллиметр или полтора. И блок не стали дотесывать до конца. Я сейчас водичкой даже полежу, чтобы было лучше видно. А нет, наоборот, даже, по-моему, лучше становится. Нет, видно. Видно здесь. Вот он идет. Здесь выступает. Она не ровная, а именно выступает сюда. Вот так и гибается. С инструментом выравнивали. Что это было за инструмент? И понятно, плоскую пилу на пирамиде не подсунешь. Это чтобы вращать типа вращающегося круга, но при этом очень-очень достаточно по прямой. Просто так рукой это не сделать. Это нужен какой-то инструмент механический. Гранитом была облицована только нижняя часть пирамиды, а верхняя известняком. Однако, несмотря на использование разного материала, она, похоже, была одного цвета, так как известняк был покрыт слоем краски. Может быть, для того, чтобы издали вся облицовка, казалось гранитным? Вот это, явно же, блок с верхних, где-то с более верхних рядов, чем гранитные облицовки. Именно облицовка по углу, вот он идет. Это была внешняя грань, внешняя сторона, а это верх блока. И вот как раз по внешней грани очень четко видно слой почти в миллиметр толщиной краски какой-то. А сейчас желтоватого цвета, а какой она была вначале, до того, как высвела, могла быть красной, по идее. Вот здесь очень показательный срез. Да, это же водички полив. Видно, что пловим, по-моему, таким-то. То ли пирамида была желтого цвета, то ли пирамида была какого-то кровавого-красного цвета. Хотя сейчас, конечно, кажется, что более желтая была. Сейчас, как вы наговорились, седаться эти краски? Хотя вот когда фотографировали сохранившуюся облицовку, она все-таки дает какой-то красноватый, не совсем желтый, а красноватый оттенок. Не знаю, мне кажется, что вот здесь вот даже вот натеки видны краски. По границе есть вот здесь, по границе. Натеки, видишь, вот как краска неровно простекалась. Был ли это косметический ремонт, или так строители задумались с самого начала, сейчас определить невозможно. Однако, несомненно, что красили пирамиды очень давно. Здесь как раз видно, что это никакая не патина, а именно краска, потому что на этой стороне ее нету. А вроде лежит он одинаково на солнце и на ветре. Здесь она заканчивается. Внешняя сторона была, а на ней, на ней, здесь лежал другой блок следующего ряда. Облицовка, которая выполняла силовую функцию, позволяла строителям не очень беспокоиться о внутренней вкладке. Блоки здесь нередко уложены с большими зазорами и абы как. Вот при таких огромных размерах блоков, лежащих в основании второй пирамиды на плато Гиза, или пирамиды Хафра, строители даже не удосужились выровнять как следует нижнюю поверхность, на которую они ложили такие громадины. Здесь внизу камень, совершенно неровный с двух сторон, и просто подсунуты под верхний блок мелкие камушки. Он их придавил и лежит себе, спокойно держит весь этот вес. Между прочим, ставшая в последнее время очень модная теория, что блоки отливались из бетона, полностью противоречит реальным фактам. Это никакой не бетон, а натуральный известняк. Детальный анализ образцов профессиональными геологами это подтверждает. Структура известняка абсолютно не нарушена. Никаких признаков бетона нет не только в нижних рядах кладки, но и наверху. В этом мы смогли убедиться, поднявшись на пирамиды Лишта, Дашура и Гиза. Удалось добраться даже до остатков облицовки на вершине второй пирамиды. Правда, это пришлось сделать ночью и с серьезным риском для жизни. И проводник согласился взять с собой только одного. И полезли мы это в Гибрена. Надо сказать, что вот, ребята, кто хочет полезть, Гибрина не рекомендует. Потому что это такая труха, все совершенно не ловит. То есть вот, влазать по нему это неправильно. Это все совершенно вывезли. То есть все под руками ползает. То есть некоторые камни есть, они держатся, но некоторые камни есть, они драться не надо. Потому что вот, кто-то не выпадет, и он поехал. Удобно схватить, а оказывается, что это вот такой вот кусок, который просто отходят. То есть там опасно. Там находиться земли, даже с ним там вообще нехорошо. А ночью вообще не попадается. И то еще, все еще ничего. Потому что пока вверх ты все видишь, ты все охватаешься, ты ледешь, все это сыпется, и ты все это не найдешь, но ты лезешь. После этого мы пошли вниз. И вот схождение вниз, это конечно нечто. То есть я рекомендую. Я тут, в общем, проблем в этом никаких нету. Кажется, но загреметь совершенно не стоит ничего. И не видно ничего, и тьма. Я помню на ломаной, как она называется, на ломаной этой пирамиде, там я тоже подзаселка на скоскос, на крутом участке, вот на этом, потому что вообще не видно, ничего не видно. И тут даже история, потому что темно. Видно ничего. Ты на что встаешь, оно вот такое, вот таким углом, и оно сыпется, и оно едет, и в общем, там чувствуешь себя некомфортно. Единственное место, где еще как-то можно заподозрить использование бетона, самые нижние ряды пирамид, где вместо блоков монолитные ступени. Ну и это, вовсе не бетон, а известняк. А вот это скальная порода получается. Скала, опять же, как на хафра, два слоя, как минимум, вырублены из цельной скалы. Да, 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 трещины видны. И много-много-много ракушек, а вовсе не бетонный раствор. Да, ну и известняк, вот ракушки, они здесь все целые, лежат в хоккейском порядке. Обычно известняк никакой не бетонный. Никто не размалывал эту породу и не заливал хафановой. Строители просто придали ступенчатую форму небольшому выступу скальной породы. Сейчас посмотрим, действительно ли здесь нет шва. Пыль пойдет на тебя. Нет, здесь действительно нет никаких швов. Это просто скала, вырезана под каменную кладку, как обычная пирамида. Народ очень экономно работал. Лишних сил мы их не тратим. Между прочим, и тут проявляется непривычная для нас логика. Мы бы сравняли всю площадку под строительство, а то бы и выкопали котлован. И только потом укладывали бы блоки. А древние мастера не устраняли неровности, а использовали их. Пирамида Вабу-Руаши почти вся из обычного холма, который только немного подработали, придав ему ступенчатую форму. Наклонную поверхность плато Гиза в том месте, где стоит вторая пирамида, строители также не стали выравнивать. Они только сделали траншею по периметру, а выступ в середине оставили. Если мы сможем провести наклонную линию с вершины того обрыва и соединить его с пирамидой, то мы получим тот уровень, на котором заканчивается скала, и дальше начинается уже вкладка. А все, что ниже, это соколь, вытесанный в массиве вот этого известняка. То есть это материковая скала. То есть то, что вот здесь вот стоит сейчас блок, реально, вот этот блок, это же, он лежит на скале, то есть ты считаешь, что там в глубине также продолжается скала, а это просто представлено здесь сбоку. Можно продемонстрировать, я думаю, вот этот блок будет видно. Вот это материковая скала, а этот блок можно отклопнуть, и тогда обнажится та стена, которую он закрывает. А здесь нету стыка, монолит. Да, и на праве тут. Следующая ступенька монолит, потом блок лежит, в противо будет еще один монолит. И вот так вот до высоты 6-7 метров. При столь рациональном подходе и явном стремлении к экономии трудозатрат может показаться странным увлечение строителей громадными размерами блоков. Когда в этой маленькой полуразрушенной, почти разрушенной пирамиде, которая торчит из земли, как небольшой холм, то есть спуститься там на 5-6 метров под уровень земли, и обнаруживается, в принципе, этот створечник, который там есть. Гигантских блоков, тщательно сделанных, аккуратно поставленных, что они там делают? Это абсолютно технологическое сооружение. То есть если мы его предъявим на фотографии, среди конструкции нашего времени, типа блокеров от единых ударов, я совершенно уверен, что среди населения никто не выделит это как что-то историческое. Совершенно современное сооружение. И это на меня произвело совершенно неогладимое впечатление. Я вот сейчас как-то с глазами меня это стою. Здесь организм просто не грибует. Мощные перекрытия могли потребоваться там, где нужно было удерживать большой вес в верхних слоях пирамиды. Это привычный для историков ответ. Но древние строители использовали громадные блоки даже в Мастабе в Абусире, где явно никакая пирамида не планировалась. Нет никаких признаков верхних слоев, а остатки мощного перекрытия налицо. А здесь ступенек нет. Нет, ступенек нет. Только броска. А сторонник сколько-нибудь больше. В третьей пирамиде на плато Гиза на большие блоки потолка ничего сверху не давит. Это перекрытие камеры. Просто с другой стороны камера под нами. Гранитные плиты, которые образовывают свод камеры. Камера внизу. А здесь попарные блоки стоят с двух сторон. Вот они перекрывают всю камеру на длину. По всю ее длину, как она есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. И никакой разгрузочной функции они не несут. Однако и в этом есть вполне рациональное зерно. В условиях частых землетрясений предпочтительнее строительство именно из больших блоков. Если, конечно, позволяют технические возможности. А такие возможности у древней цивилизации богов явно были. Вот они и строили не из кирпичей, как мы, а из гигантских каменных глыб. Даже там, где этого не требовалось. Например, гранитный храм на плату Гиза, где легко проследить те же приемы и методы. Здесь видно, что стенку выравнивали уже после установки блоков. Их сначала выстроили в ряд, а потом сняли внешнюю поверхность. Остался небольшой выступ, который идет вдоль всей стенки. Такой порядок строительства позволяет объяснить некоторые странные и, на первый взгляд, сложные элементы кладки. Когда выравнивали стенку, сняли внешний слой блока. А вот эта часть его осталась. И получилось так, что блок как бы заходит с одной стенки на другую. Выше в другую сторону. И так дальше по всей стенке. Если учесть методы и логику древних богов, можно даже восстановить ход строительных работ. Прежде чем ставить блок, сначала выравнивали у него нижнюю поверхность. И ставили на предыдущий ряд. И эта грань оставалась совершенно невыровненной. Ставили рядом также соседний блок, притык. И пускали две пилы. Или одну широкую пилу. И по всем законам геометрии, их грани получались идеально параллельными. Оставалось только придвинуть этот блок сюда. И в итоге мы получаем идеальнейший стык, который поражает всех исследователей. Но для того, чтобы делать все это, нужно иметь инструмент, который режет гранит, как масло. И кроме того, нужно уметь ворочать эти многотонные блоки, как легкие пластмассовые кубики. В конструкции храма есть одна любопытная деталь. Известняк с двух сторон облицован гранитом. Получается большой термос. Это позволяет сохранить прохладу внутри даже в самую сильную жару. А если учесть свойства материалов, из которых сделан храм, то его стены ничуть не хуже защищают не только от жары, но даже от радиации и электромагнитных полей. Термос получается многофункциональным. Может быть, древним богам нужна была и такая защита? Как гласят предания, боги спустились с небес. На обычном языке это означает их инопланетное происхождение. А пришельцам из других миров условия на планете Земля могли показаться не очень комфортными. И строительство подобного термоса могло быть для них необходимостью. Тексты храма в Этфу рассказывают о временах, когда боги правили Египтом. Один из символов в этих текстах, Эрих фон Деникин, считает изображением летающей тарелки, инопланетного корабля. А историки полагают, что этот знак обозначает место жертвоприношения. Но эти две версии не исключают друг друга, а дополняют. Жертвы-то приносились именно богам. На самом деле задавать вопрос, что же раньше, например, инопланетяне вмешивались в нашу жизнь, а сейчас не вмешиваются, ну, значит, делать ту ошибку, которая базируется на предположении, что они постоянно вмешиваются одним и тем же образом. Но мы, например, меняемся, меняются другие цивилизации. То, что они принимали раньше, сейчас они не приемлют. У них, например, раньше были одни задачи, цели, методы, а сейчас совсем другие. И, может быть, они и продолжают вмешиваться, мы просто не знаем, и не видим следов этого вмешательства, потому что мы просто не знаем, где искать. Ну, здесь я сторонник наиболее прозаических объяснений. Мне кажется наиболее разумным то, что уникальные условия климатические и сопутствующие планеты Земля порождают цивилизации с определенным периодом. И, наверное, та цивилизация, чьи памятники мы сейчас обсуждаем, могла быть тоже не самой первой. У них также могли быть предшественники только, чьи памятники мы вообще не рассматриваем сейчас как памятники незамечательные. Это, наверное, просто круговорот цивилизации природы. Даже явные следы непривычной для нас логики не позволяют окончательно выбрать какую-то одну версию. Мыслить по-другому могли и пришельцы, и земляне. И пока не ясно, кем именно были древние боги, столь сильно повлиявшие на весь ход нашей истории. Инициирование великих цивилизаций, будь то египетское, перуанское, китайское, индийское, было сознательным, целенаправленно, сделанным потомками, выжившими потомками предыдущей цивилизации. Ее можно назвать традиционной, атлантической. Но это ярлык. Название... Мы не знаем названия народов, которые вымерли 200-300 лет назад. Некоторые, которые они себя только называли, если этих названий сохранялся в источниках. Но, тем не менее, если термин существует, его можно использовать. Либо заменять его другим. Это потопка цивилизации. Здесь, наверное, самое главное понять, куда ушла та цивилизация, которая оставила такие памятники. Что это? Случайность или закономерность развития цивилизации? Если это случайность, то, наверное, мы подходим к тому уровню, до которого дошли они, и в пору задуматься, что будет с нами самим. Если это закономерность, то, может быть, тоже стоит начать готовиться к аналогичному уходу и закату, с тем, чтобы и от нас что-то осталось потомка, которая появится через 10-100 тысяч лет. Чем больше мы узнаем о древней цивилизации, тем точнее сможем ответить на этот вопрос. И здесь важно понять не только, как и чем создавались гигантские пирамиды, но и зачем они создавались. Разве не заманчиво попытаться понять интересы и цели древних богов, кем бы они ни были? Но это вопрос следующей, заключительной серии нашего фильма. Субтитры создавал DimaTorzok За сотни лет исследований древнего Египта тайну Великой пирамиды на плоту Гиза так и не удалось раскрыть. Зачем создано это грандиозное сооружение? Окончательного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Великая пирамида – великая загадка. Факты указывают на то, что строили ее вовсе не фараоны, а очень древняя и высоко развитая цивилизация богов, которая во многом превосходила даже современное человечество. И в таком случае не исключен вариант, что мы, пытаясь решить загадку Великой пирамиды, можем оказаться в роли неандертальцев, который стоит перед гудящим трансформатором и никак не может понять, что эта странная штука создана вовсе не для того, чтобы гудеть. Еще в середине 20 века француз Бави обратил внимание на странные воздействия, которым подвергаются объекты внутри пирамид. Трупы мелких животных не разлагаются, а мумифицируются, подавляется активность микробов, меняются свойства зерна, нефти и даже кристаллов. Вслед за Бави изучением эффекта пирамид занимались самые разные специалисты, но до сих пор так и не удалось определить природу этого воздействия. Достоверно, пожалуй, установлен лишь факт влияния самой формы пирамиды, как на живые организмы, так и на неживые объекты. Такое влияние выходит за рамки представлений современной физики и объяснений его еще впереди. Конечно, мы далеки от мысли сходу найти решение столь сложной задачи, но можем добавить в общую копилку очередную порцию странных фактов проявления эффекта пирамид, которые мы смогли испытать, что называется, на собственной шкоде. Буквально в первые же минуты внутри пирамиды ощущаешь очень сильную влажность. Одежда мгновенно промокает от пота, который выделяется в таком количестве, что непонятно, откуда его могло столько взяться. Это можно было бы объяснить большим количеством людей в очень ограниченном пространстве. Но дело в том, что такая картина наблюдается не только на плоту Гиза с массой туристов, но и в тех пирамидах, где за весь день кроме нас не было никого. Например, в Медуме, где возникало полное ощущение, что пирамида буквально высасывает из тебя живительную влагу. И оказывается, что это не просто субъективное впечатление. Исследования конца 20 века показали, что в очень сухом и жарком климате Египта известняк внутри пирамид сохраняет влажность на уровне 80%. Как будто пирамиды непрерывно высасывают влагу не только из случайных посетителей, но и из-под земли. В дальние камеры Медумской пирамиды сверху падает снег. Когда до сознания доходишь, что над тобой добрые сотни метров каменной кладки, а за бортом плюс 30 с лишним, понимаешь, что снегом это быть не может. Пирамида, выжив из нас влагу, а из влаги воду, возвращает остатки в виде кристаллов соли, которые не только создает снегопад, но и оседает бахромой на стене. Соль из влаги, которую пирамиды высасывает не из посетителей, а из земли, также скапливается на стенках, только уже не бахромой, а в виде очень плотных отложений, которые заполняют любую доступную щель. Нет, ну там кладка, например, идет вся без какого-либо раствора, на самом деле, а здесь вон совершенно четко видно. Это не раствор, это соль. Нет, ну какой? Это соль. Какая-то соль. Ближе и другому. Мещер соль. Соль, вот она, видно. А это какая-то соль. Вот и сюда. Лизать я не буду, конечно. Это ваши эксперименты. Внутри красной пирамиды в Гошуре на стенках не соль, а какой-то смолистый черный налет. Конечно, его могли оставить летучие мыши, которые любят такие темные, пустые пространства. Но версия летучих мышей требует проверки, так как налет имеет странные особенности. Вот эти какие-то черные наплывы начинаются не сразу со стыка, а идут какой-то чистой полосой идет. Полоса 6 сантиметров шириной. И так на каждом блоке. Вот она проходит прям поднимение до самого конца. На следующем точно так же. При этом картина такая, что черные наплывы появляются как будто прямо из стенок. Непосредственно из известняка. Пятно выделилось и потекло. Пятно выделилось и потекло. Пирамиды плачут. Другая странность красной пирамиды – сильный запах аммиака. Откуда он мог здесь появиться – неизвестно. Но в сочетании с большой влажностью это создает не очень комфортные условия. Один из наших операторов даже чуть не потерял сознание. Ты хочешь снизу что-то снимать, а не снизу? Да нет, я все, я убегаю отсюда. Я сейчас спрашиваю.